В 1970 году на советские экраны вышел фильм Глеба Панфилова «Начало» в главной роли Инны Чурикова. Она играет провинциальную советскую девушку-работницу фабрики, которую приглашают сняться в фильме в роли Жанны Дарк. Кинокартину признали лучшей режиссерской работой. Фильм успешно дебютировал в Венеции, открывал Нью-Йоркский кинофестиваль 1971 года. В чем его многогранность и знаковость, и какую роль он сыграл в творчестве Семейного союза Панфилова и Чуриковой, посетителям галереи «Заварка» рассказала историк кино, главный научный сотрудник музея Эльдара Рязанова Наталья Рябчикова. Она представила зрителям книгу, написанную в соавторстве, с историком кино и анимацией издателем Станиславом Дединским «Начало» или фильм о Жанне Дарк. Несколько пластов в этом фильме очень интересно, очень увлекательно переплетаются. Съемки фильма про Жанну Дарк и, собственно, жизнь этого обычного советского городка. И нам показалось, что сейчас очень важно посмотреть на то, как Глеб Панфилов тогда, в 60-е годы, видел вообще то, как работает кинематограф советский, то, как вообще жизнь течет в советских городах. И Инна Чурикова, для нее эта картина стала рубежной. Именно после нее она, собственно, стала звездой не только всесоюзного, но и европейского масштаба. Наталья Рябчикова рассказала, как проходили кинопробы, кто еще из известных актеров и режиссеров мог появиться в кадре, какие подводные камни приходилось обходить съемочной группе, чтобы успешно совершить фильм. И главное, как, казалось бы, не звездная внешность Инны Чуриковой помогла ей добиться успеха в кино. Я солидарна, наверное, с теми зрителями, которые писали ей письма после того, как увидели в фильме «Начало». Мы эти письма тоже нашли и включили в книгу. Она была, с одной стороны, похожа на обычного человека, она не была классической красавицей. Она была женщиной, с которой могли себя ассоциировать очень многие. Но при этом она не боялась быть собой. И вот это сочетание обыденности и индивидуальности, и смелости быть индивидуальной, это то, что было видно в 60-е, то, что привлекло зрителей, и то, что, мне кажется, должно привлекать и сейчас. Встреча прошла в рамках лектория музея Ильдара Рязанова «Феномены кино». Кроме того, что Инна Михайловна Чурикова была близким другом семьи Ильдара Рязанова, они очень много работали, общались. Но и, в принципе, наш отечественный кинематограф, который состоит из целого сонма больших, знаковых, неповторимых имен, в том числе и Инна Михайловна Чурикова, и Глеб Панфилов, который снял это кино, которое, наверное, ни с чем невозможно сравнить. На его примере можно говорить и о феномене кино 60-х, и авторского кинематографа. То есть фильм, который раскрывает огромное количество аспектов о нашем великом, неповторимом отечественном кинематографе. Следующая встреча в рамках цикла «Феномены кино» пройдет в ноябре. Ее приурочат к дню рождения Эльдара Рязанова. В Самару приедет кандидат искусствоведения, киновед и историк кино Евгений Марголит, который расскажет об учителе Рязанова, советском режиссёре и сценаристе Григории Козинцеве. Светлана Кудрявцева, Валерий Майоров. События.